Ребята, первое включение из нашего отеля, где мы остановились. Кос везде гуляет. В общем, мы сегодня очень хорошо погуляли по Нью-Йорку. Для меня этот город всегда останется и всегда будет таким, которого я всегда хочу посетить, потому что все-таки это город с большой историей, с большой архитектурой. И тут всегда прикольно, если ты знаешь, что делать. Всегда очень много событий происходят. Вот. И я, конечно же, хотела, только любая русская девушка здесь быть, да, жить, тусить. Транспорт всегда тут есть, то есть ты не зависишь от своей машины, которая у тебя есть или которую ты хочешь, планируешь купить в любых других штатах, типа Флориды. Вот, поэтому это все, конечно, плюсы. Другой минус, ну, мне может всегда об этом говорить, то, что здесь огромные налоги. Ну, грубо говоря, допустим, ты сделаешь там 100 тысяч долларов. Из этих 100 тысяч долларов ты отдашь налог, ну, грубо говоря, 20 с лишним тысяч, что-то типа того. То есть, поэтому люди... покидают Нью-Йорк, покидают другие штаты, Нью-Джерси, Чикаго, Вермонт штат, там огромные налоги тоже, и государство платит людям денег, чтобы они там жили, потому что почему налоги там, они огромные. Но вы, допустим, сравниваете с Нью-Йорк, с Москвой, как я это уже делала, да, и вы прекрасно понимаете, потому что это два города больших, огромных, но ведь то, что в Москве налогов нет, здесь они есть, и Москва чище. Поэтому этот город отлично, мне кажется, посещать, once in a while, как знаете, раз в несколько месяцев, не знаю, раз в год, чтобы хотя почувствовать этот вот энергетику города, потому что здесь она на самом деле огромная, то есть огромный грешцевый лес разных стран, да, разные культуры, все это перемешивается в этом одном большом пузыре, и вы получаете что? Разнообразие кухонь, разнообразные рестораны, все это на высшем уровне, да, то есть вы можете как-то супер самый дорогой ресторан, там все будет вкусно, и здесь какие-то очень вкусные, так можете пойти в самый дешевый, и там тоже, скорее всего, все будет вкусно. Другое дело, наверное, это то, что иногда, когда здесь вот такая погода, как немножко моросит, там, знаете, так все серо, у тебя, конечно же, тоже, как и, я думаю, в Москве, да, когда все такое в бетоне, но здесь все в основном бетон, поэтому город становится более холодным, потому что бетон же, он не держит в себе тепла правильно, и, соответственно, ты чувствуешь вот эту серость, холод, и как-то депрессивно становится постепенно тебе. Очень много кофе здесь, люди пьют, и я заметила даже тоже, что кофе тут прям, ты его хочешь постоянно, хочешь взбодриться, ну, если ты любишь кофе, то, конечно, это, наверное, плюс, потому что тут кофе вкусно, и оно на каждом шагу продается, без проблем. Когда солнышко здесь, здесь, конечно, все расцветает, люди, там, может, даже немножко веселее становятся, но это то, что я хотела сказать, что я думаю, какие-нибудь впечатления в этом городе. Я не знаю, я считаю, что если тебе нравится где-то жить, то нужно всегда стараться двигаться к этому, да, а другое дело, например, вот учиться здесь, как мне кажется, да, потому что здесь, ну, инфраструктура для этого есть, для этого есть все. Тут, наверное, самый лучший университет есть, да, один из самых лучших. Тут большие, огромные офис компании, тут, если ты любишь моду и хочешь это изучать, тут все для этого создано. Ну, не в любом другом, в любом другой штате такого нет, пиканерка, это город моды, да, и я так думала, пока я не приехала сюда, и я поняла, что когда холодно, люди одеваются здесь просто вот, ну, супер по-простому, да, то есть там нет каких-то шуб, редко, ну, они есть, но одет как, вот, видишь, в шубке, все в пуховиках, как-то вот так все темненько-серенько, хотя, вот, не знаю, говорят, у нее город моды, когда я приехала сюда, у меня была такая оранжевая шубка, но она была не очень по погоде, потому что в ней не очень тепло, и, конечно, она такая яркая, все люди меня так смотрели, вот, ну, это необычно, все все-таки одеваются более зерожные здесь. Такие вот дела. Наверное, это все, что хотел сказать пока о Нью-Йорке, потому что нам еще здесь оставаться 5 дней, и это большое количество дней, чтобы, знаете, исследовать город, как хочется, чтобы вообще увидеть его с другой стороны, допустим, вот мы ходили в русский район, да, ну, это совершенно другая культура, вот, если что там, вот, есть маленькая Индия, есть все, чтобы вот все нации, да, они как-то жились на этом маленьком, ну, не на маленьком, ну, Нью-Йорк, не маленький, тоже, наверное, чтобы все люди выживались дружно в этом пространстве, в этом, в этой территории, вот. Подсчетствовать с котом, я думаю, что с котом подсчетствовать хорошо, если ваша цель, да, там, решает животных, это нормально, и, в принципе, я не могу сказать, что какие-то проблемы есть, то есть, ты уходишь куда-то там, на день возвращаешься, там, вечером, да, он как бы спит, то есть, это, я считаю, легче, чем с ребенком путешествовать, когда он у вас есть, вот, ну, я думаю, что с котом легче, чем с собакой, ему нужно будет вызывать, вот, уже у нас почти 12 часов, спать скоро, и встретимся с вами в следующем включении. Двесики опять, мы только недавно проснулись, и так получилось, что когда ты, ну, просыпаешься поздно, то завтрак очень сложно достать, и мы зашли в дайнер, типа, дайнер означает местечко, где ты можешь, ну, это не ресторан, но это место, где ты можешь, ну, поесть хорошую еду, в общем-то, и они специализируются, в основном, на бургерах, и мы пришли, и я заказала релку с всякой морской едой, типа, там, рыба, кот, да, морюшки, ну, и все было ужасно, ну, то есть, за там стоимость, это 20 долларов, возможно, это было очень много, но просто обидно, когда ты даже не позавтракала, и твой как-то ланч был не очень прям супер такой вкусный-вкусный, муж тоже, муж говорит тоже, что его еда не была прям суперидеальной. Погода сегодня очень мерзкая, сегодня очень все серо, и, например, на то, что сейчас полдень есть, в общем-то, ну, вы увидите сами все, дождь, холод, слякоть, это Нью-Йорк, детка. Такая вот погода у нас. Так уже, в общем, второй день идет, вчера начался. Начался, куча. Are you ready? Do you? Maybe. Так вот тут живут люди. Просто действительно, если так подумать, например, тут постоянно такая погода, да, в принципе, как и в Москве, только, наверное, чуть хуже, но зима тут немножко мягче. Ну, просто как тут можно жить, если вот тут такая серая погода, суверия? Субтитры сделал DimaTorzok. У нас наконец-то пошел снег, и это первый снег, который я увидела за, наверное, целый год. Очень круто. Посмотрите, как красиво сразу становится на улице. А сейчас я предлагаю нам разбавить немножко нашу атмосферу в ютюбе и видео моим котикам. Привет, ребята. У нас предпоследний день в Нью-Йорке. Мы уже немножко собираемся, уже какие-то последние у нас, у меня, по крайней мере, места, куда я хочу пойти. И вот когда я был в Нью-Йорке, я так смотрела некоторые видео, там, блогеров, всевозможные записки блогеров, и очень многие говорят, что есть несколько вещей, которые вы должны попробовать, когда вы здесь. Первое, это, конечно же, как называется, бейглс первое, то есть бейглс это вообще очень такая нью-йоркская тема. Есть много разных мест, где вы можете пробовать их, но одно из самых важных мест это мэрис. В общем, я туда скоро пойду, и в другой момент, кофе тут везде, оно, может быть, даже чуть на порядок выше по качеству и лучше, чем, допустим, во Флориде. Но, конечно, может быть, даже не лучше, чем в России, но, по крайней мере, здесь, типа, на каждом шагу, и вы можете уйти по улице и верить просто, что каждый почти человек на фамилии с кофем. И где-то это, как такое, знаете, must have to. Насколько обычно, насколько, не знаю, одевать часы каждый день. Скажем так, почему-то каждый раз, когда приезжаем мы в Нью-Йорк, у нас не получается какие-то там, знаете, такие культурные места посетить, но я думаю, что, может быть, возможно, это сегодня будет. От себя добавлю то, что вот я сегодня вышла за кофе, я такая не накрашенная была, просто вышла, чтобы освежиться, да, сделать заряд бодрости, чтобы был. И вот я заметила разницу, допустим, когда ты здесь в Нью-Йорке, входишь, пусть ты за кофем, да, и ты среди людей, и людей много вокруг, да. Момент в том, что ты начинаешь чувствовать себя как будто, боже мой, где я, потому что вокруг такая огромная бешеная энергетика, разные люди, все куда-то спешат, все вот такие, понимаете. И нужно, мне кажется, быть реально таким сильным, эмоционально, чтобы нормально себя здесь чувствовал. Пока что все, наверное. Наш котейка спит. Прочина по улице, и на улице очень холодно, сколько холодно, что просто лицо начинает замерзать, невозможно говорить даже. Субтитры делал DimaTorzok и через двадцать дней наступает кризис, рождество и, конечно, когда ты в Нью-Йорке находишься, ты чувствуешь очень хорошо все очень одеваются, ну, несмотря на это, да, одеваются разные атрибуты рождества на эти сережки, сидящиеся, все это радость, возможно, это прям почти, ну, каждый второй, наверное, в валилик, я такого не особо видела и вот я сейчас лежу в машине, мы едем в аэропорт и я так с вами думала, что, когда ты приезжаешь в большой город, нужно стараться сделать какой-то список того, что ты хочешь сделать и как-то следовать, потому что, вот я сейчас понимаю, что я сожалею, что я не сделала что-то что-то хотела сделать, и я делала это потому, что не было времени, да, если в район в такой город, где все нужно передвигаться, да, или чтобы там просто поехать, там нужно, например, такое такси, там есть пробки, вообще всегда там, ну, да, с тобой, в общем, это одна из самых ужасных чувств, когда ты чувствуешь, что ты чего-то, что ты не сделала в городе, балансы, которые тебе нравятся, поэтому я считаю, что нужно нужно все делать, все, как бы, планировать, вставать рано утром, то есть я просто была по-другому здесь потому что просто иногда город бывает очень сильно давит тебя и ты, как можно сказать, просто устаешь, особенно первые дни с этой адаптации к энергетике было и так далее, да, сейчас мы идем в Криван, идите в Криван, и у меня Криван, такой более, такой более, знаете, спокойный, спокойный стат, спокойный, спокойный все там, скажем так, как сравнивать с городом, это другое, какой нет, другое немножко, и там холоднее тоже вот, просто высотом напоминаю, вот наш отличный, вообще, молодчина, очень хорошо, ведет себя, понимает, что, в принципе, когда мы уезжаем, мы прекрасно понимаем, что, как будет соблюдено собираться так вот, сказали, что, чем мне понравился город, это тем, что в Криван здесь очень много разных карин, очень много себе возможностей страны, а, опять, если дьешь в Коумей, то, что ты шоппинг, то тут очень много разных товаров, вот, допустим, вот в третьем зару, я там, вы знаете, часто там, в третьем зару, и там вещи, они, можно сказать, красивые, да, но приходится, естественно, в этот зару И еще как-то у меня все такие, то есть, какие-то, не знаю, какие-то, какие-то более классные, когда больше выбора, понимаете, самый ГАС, больше выбора везде, потому что это как бы центральный центр всего, куда все приходит. А там уже все на счету, что они дошли, что они допоминают, где-то есть, и все. Ну, я уверен, что нет, а что там происходит. Скоро тоже, ну, я бы как-то, ну, а просто, ну, другое все еще, все равно, и осень, это не больше. Поэтому нужно планировать еще, чтобы на время было, и чтобы найду, и вообще, какие-то замечательности. Другой второй раз у нас уже здесь мы, и я понимаю, что что-то мы не сделали, просто потому что, не знаю, непонятно почему. Пожевать у нас хорошие полеты, и мы уже в Балинской аэропорту, а здесь, если вы будете за два часа в аэропорту, пробки, то, не тема летательница. Самое лучшее, надеюсь, будет в Нью-Йорке, можно сходить, рассматривать все, и было благо. Ну, мы купили тут каждый день, то есть, целый, каждый день что-то происходит, и все, что бывает, все будет нормально. Так что, посидеть в аэропорту или в Кривленде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!